В этих водах явно могут процветать гигантские морские особи. Странно, что здесь нет крупных палтусов. Рыбакам-любителям они не попадаются. А как обстоит дело на промысловых судах? Одно из них готово к отплытию. Привет. Я вовремя. Да, привет. Можно запрыгнуть? Конечно. Отлично. Мы направляемся за 100 километров от побережья в глубоководную зону. Это судно ловит палтуса, используя ярусы. Это вам не одна единственная удочка, заброшенная на глубину, как было у меня. Они устанавливают ярусы со множеством крючков с приманками. Скоро будут вытаскивать первый ярус. Ярус поднимается механически. Надеюсь, он с рыбой. Он был на глубине более 900 метров. Это две высоты Эмпайр-стейт-билдинг. Сначала идет только треска, которая попалась на приманку, предназначенную для палтуса. Но там не только треска. Наконец пошел палтус. Все действия команды тщательно отрепетированы. Это очень важно, потому что палубу качает, и везде полно воды. Рыба идет одна за другой. Я думаю, мы напали на целый косяк, который залег на дне. Я не теряю надежды. Эти ребята забросили 2500 крючков. Хоть на одном из них должен быть гигантский палтус. Выбрано более трех километров яруса, но почти вся рыба весом в районе 10 килограммов. Больше 20 нет ни одной. Это заставило меня задуматься о том, какова вероятность поймать крупного палтуса на единственную удочку, заброшенную на дно, как пытался сделать я. Похоже, она ничтожно мала. Даже на промысловом судне с тысячами крючков и километрами лески мы не выловили ни одного крупного палтуса. До сих пор никто не смог предложить разумного объяснения их исчезновению. Все лишь подтверждают, что они стали редкостью. Интересно, какие изменения в этой части океана привели к такому сдвигу?